Число инфицированных COVID-19 растет. В Камрате реконструируются улицы танкистов. Более 10 миллионов леев предусмотрено на ремонт дорог в муниципе Чедрелунга. День города Камрата пройдет 21 августа. Число инфицированных COVID-19 растет. В Гагаузии возобновили свою работу два COVID-центра в муниципе Камрат и Чедрелунге. Они ежедневно принимают новых больных и оказывают им своевременную медицинскую помощь. Отделения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией вновь открылись в связи с тем, что в населенных пунктах Гагаузии чаще стали выявлять у жителей COVID-19. Первым начал работу COVID-центр в Чедрелунге. С начала августа появилась необходимость открытия и подобного центра в Камрате, сообщила руководитель Камратской районной больницы Нина Раэлян. Отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией, согласно приказу Министерства здравоохранения, открыто у нас 6 августа этого года. На 18 коек пока. На сегодняшний день в нашем отделении находится 12 пациентов. В основном из Камратского района. Была пациентка из Чедрелунге, переведена в Чедрелунскую больницу. И ждем, вот сейчас, через час поступит пациент из зулканерства с подтвержденной диагнозом коронавирусной инфекции. О том, какова ситуация в ковид-отделении соседнего района, рассказала глава Чедрелунской больницы Наталья Попазогла. На сегодняшний день в отделении свыше 20 больных. Медицинские работники отмечают, ковид-19 никуда не исчез. Несмотря на то, что несколько месяцев наблюдалось затишье. В связи с этим, люди не столь серьезно относятся к мерам профилактики и защиты от возможного заражения. Врачи рекомендуют соблюдать все противоэпидемиологические меры и прививаться. Людмила Новак, Андрей Лещинский, Алексей Герчу, Новости ГРТ. Улица Танкистов в муниципе Камрад реконструируется. Протяженность обновляемого участка составляет 1350 квадратных метров. Ремонт участка дороги по улице Танкистов был необходим, так как он давно доставлял много проблем водителям и пешеходам, отметил Олег Арлеогла. На данный момент по улице Танкистов пересечения с Ялкукской ведутся ремонтные работы данного участка. Предполагаемая площадь ремонта это 1350 квадратов. Этот участок очень проблемный. И в основном большие неудобства были для местных жителей и особенно для автомобилистов, потому что из года в год поток, грузопоток здесь огромный и продолжает увеличиваться. На данный момент весь этот поток мы перенаправили через другую улицу. Заместитель начальника Главного управления строительства и инфраструктуры Олег Арлеогла сообщил, что подрядчик завершит работы в конце августа. Будет проложено несколько слоев дорожного покрытия. Первый слой песчаная, гравийная смесь, потом гравий, бетонно-гравийная смесь и два слоя асфальта. В общей сложности планируется уложить в пределах 50 сантиметров слоя. Мастер производительных работ Вячеслав Нестерюк сказал, что ежедневно к работе по реконструкции дороги привлекаются 7 человек. Затем будут задействованы и другие специалисты подрядной организации. В настоящее время у нас работает 7 механизаторов и 2 дорожных работа. Механизаторы – машинист катка, машинист экскаватора, автогрейдер работает и один КАМАЗ вывозит грунт. Проблемное покрытие планируется полностью заменить в течение двух недель. До этого момента движение транспорта по этой дороге будет ограничено. Финансирование по ремонту полотна ведется из дорожного фонда ГГУ. Здесь стоимость работ составляет около полутора миллионов леев. Майя Садович, Григорий Ставилов, Алексей Герчин. Новости. В муниципе Чедрелунга проводится ремонт дорог. Работы начались поздно в связи с выпавшими обильными осадками. Наша съемочная группа побывала на одной из улиц города. На ремонтные работы дорог муниципия Чедрелунга из местного бюджета в этом году было выделено порядка 6 миллионов леев. Всего необходимо более 10 миллионов леев, сообщил примар муниципии Чедрелунга Анатолий Топал. 1 миллион леев это будет с республики, плюс к этим 6. Плюс мы выиграли проект по ремонту улицы Молодежной, где мы привлекаем еще 3,5 миллиона леев. Если в целом посчитать, то более 10 миллионов леев в этом году будет направлен на ремонт наших местных дорог. Но это мизер по сравнению с теми потребностями, которые есть у населения. Население нетерпеливо, население видит, что ремонт идет. Они хотят этого, мы тоже, конечно, хотим этого, но, к сожалению, мы не можем охватить все заявления. Житель муниципии Чедрелунга Илья Бодарев проживает по улице Горького на протяжении 30 лет. Он сказал, что и по его улице дорога ни разу не реконструировалась. На протяжении этой времени у нас дорога очень благая была. Все время просили власть, просто не было возможности ее делать. Но поскольку сейчас вот это все прояснилось, мы очень довольны и приветствуем нашего примара, наше руководство за такую дорогу. Я думаю, что эта дорога принесет счастье людям и будет очень нормально. Надежда Акишо рассказала, как на протяжении долгих лет после осадков по дороге было трудно передвигаться. Она с трудом сдерживала радостные эмоции. Здесь было выше, а я вот живу по Горького 17, вот здесь рядом, вот возле этой машины. Я там живу, и там, когда дожди было, всегда поступала вода к нам. И у нас канализация, и в канализацию попадала вода, и через канализацию в дом. И у нас было наводнение. Очень страдаю. Даже и сейчас наводнение, потому что мы вот привезли грунт и поставили его здесь на повороте, чтобы вода не шла туда к нам, потому что она идет, земля ниже вот так идет, поэтому и поступала так к нам. А вот сейчас, если сделаете, и чуть-чуть слив, я очень-очень буду благодарна, потому что, понимаете, здесь речка, и здесь очень сыро, и нас беспокоит часто. В этом году запланировано произвести ремонтные работы дорог на 15 участках. Средства выделены из бюджета Гагаузии. Приоритетом являются дороги, по которым курсирует общественный транспорт, подчеркнул примар муниципии Чедерлунга Анатолий Топал. Очень много дорог, которые под большим уклоном, и происходит постоянно смыв дорожного полотна щебня. Соответственно, мы стараемся эти участки тоже самые сложные снимать. Там, где, скажем, дороги, которые очень пользуются большой проходимостью, как пешеходов, так и транспортного средства. Улица Горького – это улица, которая примыкает к нашей части. Центральный, соответственно, закончив капитальный ремонт, мы создадим уже здесь участок, где не будет грязи, не будет смываться с этой улицы Горького грязь на нашу центральную улицу, непосредственно на рынок. На сегодняшний день в примарию поступило порядка 40 обращений от жителей по ремонту местных дорог. Необходимо провести реконструкцию еще на 70 километров дороги. Ремонтные работы запланировано завершить 1 ноября. Полина Барбова, Андрей Лещинский, Алексей Герчу, ГРТ «Хаберляр». Ко дню города Камрата запланирован ряд мероприятий. Проводятся работы по благоустройству в муниципе. Примар Камрата Сергей Настасов сообщил, что к 21 августа готовится большая праздничная программа. Стоимость проведения дня города Камрат в этом году составит от 600 до 800 тысяч леев. 200 тысяч леев будут выделены из бюджета муниципия. Остальные средства администрация города планирует получить в качестве помощи от меценатов. Гостей и жителей муниципия Камрат в день города ждет обширная праздничная программа. Приглашены официальные делегации из зарубежных, республиканских, региональных, местных органов власти. Ряд международных делегаций уже подтвердили свое участие в праздничных мероприятиях. Готовимся к усилению города. Это и сцены на площади, это и множество гостей, которые к нам будут приезжать из разных стран. Стран ближнего, зарубежья, дальнего, с Европы, с России, из стран СНГ. То есть гостей у нас очень много будет. Гостей будет, наверное, около 80. Только тех, которые надо будет отели бронировать и встречать гостей. Поэтому мы сами выезжаем, нас очень хорошо встречают везде, в всех странах. И один раз в год мы должны себе позволить также встретить нормально гостей, которые к нам приезжают. В программу празднования Дня города включены праздничная литургия в соборе Иоанна Предтечи, парад трудовых коллективов, выступления образцовых коллективов, Доме культуры Камрад, выставка-ярмарка изделий народных умельцев, обширная развлекательная программа для детей и молодежи. Программа будет насыщенная и для детей в дневное время. И будет парад наших коллективов в этом году и тех, кто является муниципальным. То есть мы в основном это спортивные школы, это детские сады, это учреждения, которые есть, подвижности на нам. И готовимся ко дню города не только в том плане, что будут артисты, музыка и встречи гостей, но еще и город надо готовить к тому, чтобы гол был чистым, опрятным. У нас будет программа на площади в дневное время. В час у нас будет встреча гостей в ресторане «Дуэт». После уже вечернего времени начнется концерт. В шести часов у нас начнется духовой оркестр и коллективы. Будет уже программа полная до двенадцати часов. Кульминацией праздника станет концерт с участием известных исполнителей из Гагаузии и Молдовы, возможно, из-за рубежа, а также светолазерное шоу и праздничный фейерверк. Марина Топал, Андрей Лещинский, Мария Касаку, ГРТ Новости. Группа журналистов из Молдовы побывала в Болгарии. Министерство туризма Республики Болгария организовало поездку, чтобы продвигать Болгарию как привлекательное туристическое направление. Министерство туризма Республики Болгария в рамках поездки организовало пресс-тур для восьми журналистов из Молдовы. Цель поездки – показать туристам достопримечательности Болгарии. В поездке побывала и заместитель исполнительного директора общественного канала ГРТ Валентина Короляк. Нам предоставили исторические, незабываемые, красивые, запоминающиеся места. Группа журналистов посетила исторические музеи. Первый из запланированных туров включал в себя посещение туристических достопримечательностей северного и южного побережья Черного моря. Запомнился лес из камней исторический. Мне очень запомнился ботанический сад. На территории ботанического сада расположено королевство принцессы Марии. Это одно из самых красивых мест, которые мне удалось увидеть в этой поездке. Еще мы побывали на полуострове Несебрь. Мы выезжали на остров Анастасии. Очень маленькое, удобное, красивое место. Ну и впечатлило меня очень такое место, как Созополь. Там красивые места, очень спокойное море, теплое. Ну а еще можно попробовать те блюда болгарской кухни, которые мы здесь не готовим. Министерством туризма Республики Болгария планируется в этом году организовать две ознакомительные поездки по другим достопримечательностям Болгарии с участием представителей молдавских СМИ. Марина Топал, Артем Топал, ГРТ Новости. В завершении выпуска о погоде. 12 августа в Гагаузе ожидается ясная погода. Влажность воздуха составит 46%. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха. В Камрате ночь составит 19 градусов тепла, днем плюс 28. В Ичадр-Лунге ночью плюс 20, днем 28 градусов тепла. В Улконежтах ночью плюс 19, днем плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин